Десять месяцев войны. Роман Дениса Кривошеева. Аудиоверсия. Ка-4. Битва за Денград. Денград. Это комплекс оборонительных сооружений, по сути четыре жилых дома, объединенных в один большой прямоугольник, находящийся на кольце улиц Антонова Овсенька и Советской Армии. Назвать так потому, что до войны в этом самом прямоугольнике жил я. Меня зовут Денис, а град с древнеславянского означает город. Вот так и получился город Дениса или в простонародии Денград. Когда мы туда прибыли, или вернее сказать, отступили с Кировского района, передо мной встала ясная картина. В Денграде было много женщин, стариков и детей. Все те, кто ненавидел математику и верил в нашу конфедерацию учеников до последнего, собрались там. Жрать там было нечего. Голод из-за войны и невидимого купола окутывал тогда Самару. Положение было в Денграде, как в блокадном Ленинграде. И тогда, чтобы не помереть от голода, я сказал, жрите обои. Мы начали сдирать обои шпателем со стен и кушать их. В память об этом, в той комнате, где я сплю до сих пор, обои не везде. Ситуация в Тамареихе была проще. Тамара Алексеевна заставила отличников поймать всех бралечек собак и кошек и жалить их на мангале. Там, где до войны проходила... В том месте, где до войны проходила линейка. И директор школы нас вызывал в пространстве между кулецом школы и футбольной площадкой. Учительский джихад был истощен. Мы не раз не наступив, измотали его. И 2 2010 года стал статищью перед воистину грандиозным сторожением. Всей великой войны в Самаре. Невидимый купол над Самарой был привезен Тарховым по железнодорожным путям под видом продовольствия из Германии. Его специальным самолетом доставили с завода Западной Виргинии, штат США, с завода Вестинхаус и партнеры, который занимался секретными военными разработками. Его готовили в первую очередь для того, чтобы обеспечить власть Виктору Тархову, так как он мог зомбировать людей. Однако тогда он не понадобился. Лиманский проиграл выборы сам, без участия Соединенных Штатов Америки. Виктору Тархову так нужна была власть в Самаре, чтобы найти и отыскать в Жигуевских горах секретную лабораторию Министерства обороны Российской Федерации по внеземным технологиям пришельцев. Виктор Тархов был не просто Виктор Тархов, а агент Центрального разведывательного управления под кодовым названием Алекс Хоц, уроженец штата Нью-Йорк. Завербован был в библиотеке штата и отправил в Самару с единственной целью найти лабораторию и доложить об ее секретах в Пентагон. Но случилась война, и лаборатория оказалась в тылу у нас. Денград стал на пути к ней и всем военным секретам Министерства обороны России. Я тогда этого и знать не стал. На заводе в Вирджинии невидимый купол сделали с отверстиями для прохода дружественных сил. А поскольку Денград стоял единственной преградой на пути к лаборатории, а Тамара Алексеевна была истинной католичкой из Польши, то в Дельту реки Самарке высадились настоящие американские войска и НАТО. По улицам советской армии Аврора они устремились к Денграду, фактически выступив на стороне алгебры и всех точных талу. Командовал операцией по захвату Денграда генерал Уэсли Кларк. Он прошел Югославию и Афганистан. Генерал дистал держится и сразу же отправил в бой танки М1 Абрамс из своего подразделения. Танки давили все на своем пути, даже маленькие кустики и травинку. Они наступали со стороны улиц советской армии слева, потому что справа был маленький лес. Танки выстрелились в ряд около здания почты и стали бить прямой наводкой по Денграду. Все это происходило не абы когда, а 23 февраля 2010 года. Дата была выбрана товарой для широкомасштабных боевых действий в Самаре неспроста. Я проснулся тогда в Денграде от звуков выстрелов. Самый последний, так как лег за сутки перед боем за полночь и увидел такую картину. Кадеты подносили патроны к зитке, которая находилась возле мусорных баков. Они уже успели подбить 15 танков. Как вдруг из-за кустов выскочила пехота нигеров и отличники Тамары Алексеевны, возглавляемые Андреем Миромаковым. Они смяли нашу оборуду возле мусорки и отбросили нас к непосредственно стенам Денграда. Видя как уничтожает зенитку, Ануш Чунаян подполз Кабрамсом со связкой гранат в руке и добил их. Такого натовский генерал никак не ожидал, и он сам лично выстрелил Анушу Чунаяну прямо в глаз. Но тот продолжал отстреливаться. И тогда американский военачальник приказал выстрелить по Анушу из реактивной системы Патриот. Его кишки разбросало по всей почте здания, которое прилегало к Денграду. Копоть и вспрат спустился на Савару. Я засел у окна за полеметом. Утес и начал косить отличников и натовских солдат. Крикнул Димке Арапову, чтобы встали в круг на лоджии. Когда у меня закончились все патроны в полемете, я присоединился к нему в лоджии. Как нам откровенно весло, соляны падали то в верхние этажи, то в нижние. Оставляя седьмой этаж, где засилие мы не тронута. Отдышавшись, мы себя с Тома бросили в бой. Адрей Ирбаков привез пожарные лестницы. И натовцы стали карабкаться по ним. Мы отбрасывали их, но так бесконечно продолжаться не могло. И Таварейх овладел лоджией квартиры в Денграде, в которой до войны жил я. А сейчас по войне судьбы готов был за эту квартиру умереть. Мы не сдавались и встречали захватчиков огнем с красного дивана в моей комнате. Все новые бойцы шли из моего коридора квартиры в бой и падали замертво около телевизора в моей комнате. Мы ушли за диван, который находился в зале. Там расположились сразу две зенитные батареи. Ирбаков влез в лоджию, последним из солдата Морейха, и закричал «Возьмите Денниса живым! Я сам хочу его пристрелить!» В этот момент подкалиберный снаряд точно угодил в зенитку, которая прикрывала коридор. Она взорвалась слева от меня. Расстояние от позиций конфедерации учеников и учительского джихада стало минимальным. Нас от них разделял только туалет и ванная комната моей квартиры. И тогда мы пошли в рукопашный бой. Я прикладом преломил челюсть у ослик лаку. Но хитрый Андрей Ермаков применил против нас светошумовые гранаты. И меня отбросило на балкон, который соединял кухню, квартиру с залом. И я упал возле стенки около зала. А Тамарейха занял всю кухню. Вот тогда мне пришел конец, подумал я. Ермаков спрыгнул с лоджии и с ухмылкой медленно подошел ко мне, наставив на мою пашку пистолет. Он сказал, ты хотел поберить Тамару? И что? Как успехи? Вот видишь, Денисули. Я оказался прав. Таким, как вы, не место на этой земле. Вы вечно будете не успевать за нами отличниками. Вы абуза и язва на теле нашего общества. Прощай. С этими словами он взял курок своего пистолета вальтер и приготовился меня добить. Я ему взглянул в глаза и промолчал, показав лишь средний палец на левой руке. Шиш тебе, Аниденград. И я повернул свою окровавленную голову в окно, посмотрел на звезды и подумал, встречай меня, боженька, к себе в царство твое небесное. Андрей, ксистов палец для дожащия, как урок, да тут, о чудо. Его самара озарилась яркими, цветными вспышками и хлопками. Так пал, не видя бы куполу на землю. В дереве появилось звездо вертолётов Ми-24. Они стали наносить удары по Тамаре Алексеевне на улице Дебенко. И пулемётной лентой пригвоздили Андрея Ермакова к стенке. У того упал пистолет. Со стороны Московского шоссе подошло подкрепление в виде многочисленных единиц бронетехники. А со стороны улицы Новосадовой летели лютолёты и самолёты на помощь к нам. Я тут же встал, отряхнулся и побежал вперёд в атаку. Собев отворивать сразу туалет в ванную и в свою комнату. Я продолжал сражаться за Денград, как ни в чём не бывало. Мы, защитники Денграда, не догадывались, что моя мать, Кривошеева Светлана Анатольевна, вместе с отличницей Аленой Ковалёвой, спустятся, рискуя своей жизнью в специальный отсек связи, находящийся под станцией метро Советской и свяжутся с Кремлём напрямую. А поскольку Алена отличница, а мать моя учительница, Тамара не заподозит их в предательстве и пропустит их туда, куда им и нужно было в комнату под станцией с красным телефоном обществовании, которого Алена узнала от своего отца за минуту до ад обстрела её квартиры. Отец Ковалёвый был связистом и работал в секретном бункере под Жигулёвскими горами. На него обрушился потолок дома, но он сумел вытолкнуть свою дочку на лестницу. Мать взяла телефон, окрашенный в красный цвет, и назвала свой позывной. Лебедь-1-1-2-0-7. Звонок прошёл через невидимый купол, потому что линия экстренной связи была разработана на случай ядерного взрыва в Самаре и прилегала по дну реки Волга, а невидимый купол дно не покрывал. От существования линии связи никто, ни Тамара, ни Андрей, ни мы не знали. Что ж, спасибо за это Андрею Ковалёву. К телефону на том конце провода подошёл сам Дмитрий Анатольевич Медведев, на тот момент действующий президент Российской Федерации. Он стал причёсывать мать Светлана Анатольевна. Почему полгода не было связи с Самарой? Что происходит в городе? Наши самолёты-разведчики разбиваются около посёлка Мехзавод. И тогда мать поведала Дмитрию Медведеву обо всём, что происходило и происходит в Самаре. Об физкультурной мясорубке, об боях за Кировский район, об Денграде и о том, как её сын мужественно его защищает вместе с своей любимой конфедерацией учеников и прочих ранее описанных событий в романе. Дмитрий Анатольевич Медведев перешёл в генеральный штаб Бедесерства обороны Российской Федерации, чтобы спросить у своих генералов, ну что, мы готовы ринуться в бой. В части 747-й Псковской 9-й и 62-й танковой армии готовы войти в Самару, чтобы помочь Денису справиться с Тамарой, ответил генерал-полковник Хрулёв. А они уже находятся в двух километрах от Савары, в посёлке Новосемейкино, добавил генерал-лейтенант Трошев. А что будет с невидимым куполом над Самарой, спросил президент. Мы его опушим посредством направленного мощного радиосигнала со стороны центра в Новосемейкино, в опи-центр Купова на проспект Ленина, сказал генерал армии Валерий Герасимов. Вы собираетесь развязать Третью мировую войну с американцами в отдельно взятом городе, спросил тогдашний министр обороны Сердюков. Война уже идёт на русской, самарской земле, СКА, президент Денис и его конфедерация учеников, единственное в Самаре, кто до последнего сопротивляется угрозе. Они все настоящие герои, в отличие от вас штабных крыс. Действуйте, господа военные, немедленно, пока Денград ещё стоит. Радиоимпульс со стороны Новосемейкино оказался настолько мощным, что кроме невидимого купола свалил ракету, установленную на проспекте Ленина, прямо на раскореченной трамвайной рельсе. Та, подпрыгнув, взлетела в воздух и разбомбила завод Висенхаус и партнёры, который находился в Западной Вирджинии. Это было настолько ошеломительно, что впервые за всю войну Петагон отдал приказ своим американским военным на самарской земле отступать от Денграда. С этим была вынуждена согласиться и Тамара Алексеевна. Даниил Курганов, который пришёл командовать вместо Андрея Макова учительским джихадом в битве за Денград, также отступал на улицу Кагайна. В Самару через Московское шоссе устремили сотни новеньких Сурал-вагон завода единиц бронетехники с российскими солдатами. Все, кто мог, вышел на улицу и приветствовал наших полней. Вперёд, говорили они, на помощь Дженесу в Денград. Так, вооружённые силы Российской Федерации наконец-то вступили в бой и на кольце Антонова Вселенка и Советской Армии мы впервые одержали победу в Великой Всероссийской войне в Самаре. Битва за Денград оказалась самой кровопролитной битвой времён Великой войны. 1117 учеников школ Самары сложили головы свои, чтобы я встретился с матерью Ираной Ковалёвой, только что отвоёванным по соседству торгово-развлекательном комплексе Космопорт Аденграда, и сумев поблагодарить их, на календаре было 1 апреля 2010 года. Битва за Денград была выиграна, но впереди были ещё долгих 3 месяца войны. Наша конфедерация учеников впервые в своей истории перешла в контрнаступление под магазином Ашан. Дамара Алексеевна и учительница химии готовили против нас новое оружие. Конец 4 серии.